За прозрачностью выборов на пост президента России в марте 2024-го будут следить 200 тысяч общественных наблюдателей. Их состав сейчас формируют. Так завтра начнут обучать наблюдателей в Бийске. Большое внимание уделят и проведение дистанционного электронного голосования. Алтайский край вошел в 29 субъектов, где предоставят такой формат. Голоса будут чистыми, заверяют эксперты. Среди организаторов ДЭГа – программисты, математики, аналитики. Сквозное шифрование – это использование технологии блокчейн. Вообще сама система ДЭГ представляет сплошную математическую функцию. Но большое внимание будет уделяться именно наблюдению. Общественные наблюдатели будут находиться как в общественной палате, так и в ТИГДЭК. Готовность региона к проведению президентских выборов сегодня обсудили политологи, общественники, представители избиркома и вузов края. Партии будут выставлять не столько наблюдателей, потому что, естественно, у них не будет таких возможностей закрыть все избирательные участки. Основная работа, я думаю, будет вестись по линии членов участковых избирательных комиссий. Партии принимали активное участие в их формировании. Политологи признают, что пока данных для аналитики немного. Избирательная кампания лишь начинается. Всех кандидатов назовут только 1 января. По последним данным их 29. Но имена некоторых уже известно. Это действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель КПРФ Николай Харитонов, вице-спикер Госдумы Владислав Дованков как кандидат от новых людей партии Роста. О журналистке Екатерине Дунцовой ЦИК уже успел отказать, сославшись на ошибки, опечатки, отсутствие данных об избрании. Эксперты объективно подходят к шансам оппозиции. Для партии мы все понимаем, что эта избирательная кампания не является, скажем так, конкурентной в электоральном поле. И в этом плане, конечно, партии сосредоточатся на решении внутренних задач и будут определенные для себя производить определенные действия на будущее. В Алтайском крае организуют 75 территориальных избирательных комиссий и 1699 избирательных участков. В каждый из них поставят как минимум одного общественного наблюдателя. Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.